Привет, дорогие друзья! Сегодня со мной связался ряд людей, в том числе Геннадий Балашов. И они мне объяснили, что вчера я поступил неправильно, ну вернее уже не вчера, у меня было сегодня, то есть несколько часов назад в предыдущем ролике я поступил неверно, потому что я показал, как Мураев четко раскинул цифрами касательно того, что рассказывал Геннадий Балашов, но это неверные цифры, и я расшарил то, что неверно сказал Мураев. Давайте еще раз переслушаем. Поверьте мне, это будет гораздо больше, чем сейчас, потому что сейчас ВВП, ВВП страны 120 миллиардов долларов. Итак, четко слышим, ВВП страны 120 миллиардов долларов, но какая-то часть в тени, какая? Но этих денег будет больше, потому что сегодня в тени находится порядка 70, а при 5% нет смысла быть в тени. Порядка 70, это о чем речь? О процентах? Если о процентах, тогда надо вычислять не 70% от 120 миллиардов, конечно же, а 120 миллиардов, получается, составляют 30% от общего целого. Это получается 400 миллиардов, да? В таком случае правильно. Но 70 это чего? Вашими же словами, оборот 120 миллиардов, плюс 70% в тени, значит, совокупный оборот 200. Вы настолько неправильно считаете. Подождите, вы сказали. Я не знаю, ошибся Мураев или не ошибся. Сколько раз я не переслушивал, мне достаточно тяжело понять, кто из них накосячил. Поэтому разбирайтесь сами. А я лучше в другом разберусь. Геннадий Балашов, если он мне написал, я увидел его интервью касательно меня на неком четвертом канале. Что такое четвертый канал? Вы явно не слышали, но я вам расскажу. Четвертый канал это бывший RTI. RTI был продан. И новыми владельцами активов стали члены партии Народный контроль Дмитрия Добродомова, еще одного кандидата в президенты. Андрей Кисера и Андрей Мысик. Они теперь владеют телеканалом напополам. Чтобы объяснить, кто такие люди, которые входят в партию Дмитрия Добродомова, который мечтает стать президентом, это люди, которые были членом пары, потом блока Литвина, потом радикальной партии, а потом, чтобы уже так накрыть, возглавлял штаб Виктора Пелепишина в Киеве. Вот такие вот люди возглавили этот телеканал, то есть получили во владение. RTI. Потом его ребрендирование произошло, и он стал четвертым каналом вещающим в Киеве. Ребрендинг. Телеканал RTI будет столичным вещателем. Вот тот продал этому, этот продал тому. Четвертый канал теперь будет. Информационный канал, который будет освещать общественно-политическую, экономическую, культурную и ежедневную жизнь украинской столицы. Он предназначен для людей с активной жизненной позицией. Там, где ты, мы полезный канал и так далее. В принципе, Добродомов изначально позиционировал себя, вообще, когда он пришел в политику, как борец с коррупцией. И сейчас продолжает. Мы поборем, мы там все такое. Были, тем не менее, весьма странные истории с самим Добродомовым. Расследование проводил этот же телеканал ЗИК. Двуповерховая квартира с панорамой на самісенький центр Львова. Элитный пентхаус. Кто тут живет? Дмитро Добродомов. Я сегодня начал смотреть, думаю, а кто такой вообще Доброд? Откуда у него деньги? Оказалось, не откуда. У него денег нет. Гол как сокол. Двухэтажный пентхаус. Бывает такое. Переверяемо информацию в регистрационной службе. Ось официальный документ. Квартира и справдя таки есть властностью нардепа. И не проста, а дворевневая. Розмещена на 10-му та 11-му поверхах. Справжний пентхаус. Что, завидно или что? Ну, пентхаус и что? Может быть человек, члены партии которого торгуют каналами, там все такое себе немножко поимел на этом. Ну, в декларацию просто забыл внести. Бедный борец с коррупцией, который до депутатства заработал на год от 40 до 72 тысяч гривен, в 2013-му, где-то взял и вытратил неведомо на что, более 862 тысячи гривен. Так бывает. А у них же родственники миллионеры. Вы не знаете? Да, родственники. Вот жена Добродомова, как только он пришел в политику, стала успешным бизнесменом. Борец с коррупцией. И сталося диво. Сгідно вытягу, дружина нардепа начала заниматься ресторанным бизнесом и надавать послуги горчевания. И на наступный рік сразу заработала почти 380 тысяч гривен. Успешный бизнес в рік, когда твой человек станет депутатом Верховной Ради. Ну да. А дочь Добродомова, равно как и жена, впрочем, гражданка Канады, ну, жена-то понятно, а вот дочурка, выбрала правильное гражданство, можно так сказать, и Дмитрий Добродомов, борец с коррупцией, четко видит будущее в этой стране, потому что его дочи учатся в Канаде и так далее, да? Меня так вообще забавляют эти люди. Главное, мне их лица нравятся на предвыборных этих всех агитационных вещах. Да ты уже смог. Как там вид из пентхауса нормальный? Прическа мне его нравится. Залезали, зачесали. И почему я это рассказываю? Это тоже об уровне кандидатов в президенты. Вот, получается, на аффилированном с этим кренделем канале, Балашов, второй кандидат в президенты, дает интервью. Журналистка ему задает вопрос. На вашем ютуб-майданчике я увидела ролик Анатолия Шария. Может, я прогунился, но там есть свежие какие-то там видео. Я виделся пару раз, где-то год назад. Год назад, пару раз. Геннадий, а в чем проблема? Если это твоя позиция, если ты видишь, что Шарий вот тут, вот тут, вот прав, то он говорит, ну да, что такое? А что, какой-то преступник? Какие-то дела в отношении него? Ну, расскажите. Почему у вас нам спит про все это? Он интересный, как субъект, интересные репортажи дает. Я не совсем с ним согласен. Многие вещи для меня потом уже открылись. А, так вот, надо сразу же пояснять. Не совсем с ним согласен, к примеру. Да, поделился, виноват, но тогда вот я еще не знал там, а какие вещи открылись? Что нового открылось? Геннадий, вали уже по полной. Мне просто нравятся эти принципиальные люди, да? Когда вы мне пишете там личку, да вы такие, кажется, принципиальные, и мне начинаете там пересчитать. Ты же типа правдивый, я правдивый. Ну, он интересный как личность. Антон Герасченко в 2017-м году сказал, что его интернет-видание на гроши российских спецслужб. А в 2016-м Антон Герасченко говорил, что я финансирую международный терроризм. И что дальше? Обосрался и тогда, и сейчас. Антон Герасченко – это авторитетное джерело информации. Вы говорите, что с Путиным вы бы там не связывались и грошей в него не брали. Тут вы даете майданчик к Шарию. Моментально пристегнуло уже к Путину. Ну, то есть Шария, издание. Издание – это, как я понимаю, сайт Шарии.нет. Сайт Шарии.нет. За этим вопросом надо обращаться к Ольге Шарии. Она прекрасно знает, за чьи деньги финансируется это издание, да? Но она сразу же пристегивает меня к Путину. Финансируют российские спецслужбы. Ни одной статьи, которая противоречила бы законодательству Украины или там разжигала бы что-нибудь на сайте Шарии.нет, они так и не нашли. Но если не нашел, то просто ляпай своим вонючим, слюнявым языком. Пристегнуло к Путину. Понимаете, нет доказательств, что это на деньги спецслужб. У меня, например, другая мысль. Он, скорее всего, финансирует часть бежавшего нашего эстеблишмента. Есть! Ну, если не одно, так другое. Вы понимаете, в чем дело? Вести ютуб-канал, это очень затратно. Сколько пленки уходит, да, с камеры. Стена, опять-таки, это же не простая стена. Эта стена, она устанавливается постоянно специальными там монтерами, да? Ой, сколько, а сколько свет поставить стоит. А костюмеры сколько стоят? Ой-ой-ой, это очень дорого, ютуб-канал вести. Вот примерно он подгибает под их сторону. Она занимает такую сторону между, между, между. Поэтому это где-то деньги беженцев, скорее всего. Деньги беженцев из Сомали, я даже подскажу откуда. Деньги беженцев из Сомали. Вот почему эти люди, я уже говорил, да, на Эхо Москвы, что мне кажется, что у этих людей с родственниками были какие-то проблемы, имею в виду, что, может быть, они работали в секс-индустрии. Почему эти люди думают, что для того, чтобы что-то делать, надо обязательно у кого-то что-то брать? А зарабатывать вы не пробовали? Вам надо обязательно у кого-то что-то брать? Как по поводу заработка? Я трачу много денег на информацию и плачу своим журналистам. А вы не платите. Поэтому у вас каналы вот такие дерьмовые. Поэтому пятый канал, да, канал Порошенко, Порошенко миллиардер. Журналисты получают три копейки. Вот это вот дерьмо, тоже, я уверен, получают четыре гривны. Там можно много-много-много приводить в пример каналов, где они получают ерунду. И потому так и работают, да. Сотрудничают они со спецслуживанием или нет, не знаю. Конечно, Шария немножко расшаривают по российским каналам. Где расшаривают Шария по российским каналам? Шари, если бы хотел расшариваться, он бы посещал российские каналы. Ну, Шари, на них не ходит, даже путем скайпа. Отказался. Конечно же, ему помогают расшариться здесь. Помогают. Кто помогает мне расшариться в Украине? Фейсбук, который регулярно блокируют? Или Твиттер? А может быть ВКонтакте, который на Украине заблокирован? Мне просто интересно, кто помогает? Это кандидаты в президенты. Вообще, я думаю, что у него работает приличный коллектив. И хорошие деньги выделены. Хорошие деньги выделены. Шарий не бедный человек. И никогда не говорил, что он бедный человек. Выделены. Кем выделены деньги? Кто выделил деньги на приличный коллектив? Я говорил, что на меня работает вся Украина. Потому что постоянно с разных областей люди пишут. Опа, можем то сделать, а можем это сделать. Мне не надо, чтобы коллектив на меня работал. Сидел коллектив. Это у Ольги Шари. Есть коллектив, который работает на сайте Шарий. Но пойти чуть дальше и подумать, а для чего ему нужен коллектив, чтобы мозг нужен хороший. Это редкость в наше время. То есть, взрастили это телевидение абсолютно независимое на ютубе. Потому что его никто не знает, где на него повлиять нельзя. У него нельзя забрать лицензию. Нельзя приехать в Европу где-то его найти. То есть, это идеальное телевидение. Да. Но что значит взрастили? Анатолий Шари со 2 мая 2014 года взращивает себя самостоятельно. Он просто пришел и начал себя взращивать. И если бы он постоянно косячил, врал, передергивал и нес какую-то околесицу, то умные люди это поняли бы. Конечно бы. Я бы набил себе ядро там почитателей, которые в кожухах приходят такие, смотрят и да, там Украина плохая, там и все такое. Но нет же, смотрят же интеллектуальные люди. Даже с этой точки зрения это очень интересный феномен, который начали использовать. И стоит он дорого. Очень дорого. Я повторяю, это очень дорого. Вот сейчас я снимаю этот ютуб-блог, да, а на самом деле он стоит, поверьте, вот таких деньжей стоит. 12 тысяч фунтов. Вам все его месседжи подобуют? Не, я со многими не согласен. Мне не нравятся люди, которых он берет интервью. С какими месседжами? Не согласен. Какие месседжи есть у Шария? С чем не согласен? Геннадий, объяснись, с какими месседжами? А, интервью. Мне не нравятся люди, у которых он берет интервью. Имеется в виду, по всей видимости, нацкорпус, который разгромил офис Геннадия Балашова. Для чего в эту деле? Он же в принципе... Он беспринципный человек. У него нет никаких особых принципов. Ну вот властный. А? Ну вот властный. В смысле? Это по-украински. Властный. То есть, собственно. Ну вот собственно. Ну, если у него нет принципов. В Шария нет принципов. Беспринципный, ёпта. Ну, в него на мая принципе. В цевам подходите? Послушайте, есть люди, у которых нет принципов. Он никакую идею не продвигает. Он высказывает свое мнение. Вот, наконец-то. Столкновение. Я продвигаю идею? Я не продвигаю идею. А она утверждает, что я продвигаю все-таки какую-то идею. Слушайте, какую. Виндужины любят Украину. А вы не любите пролетариат? Виндужины любят Украину. Вот это уровень вашего телевидения. Добродомовых всяких ваших. Вот это вот оно и есть. Но. Собачья будка. Виндужины любят Украину, та, яка после Евромайдана. Ну, она многим не нравится. В том виде, как он. Потому что, когда снесли верхушку, поднялась снизу пена, и не лучшие люди попали в парламент. Людям, которые попали в парламент, принадлежит этот говноканал, на самом деле. Смотрите. Он не любит Украину, которая после Майдана. Почему тогда вы делитесь его видео? Оно многим не нравится. Есть же красивая Украина, а есть Украина пещерная, с пещерными мыслями. Поэтому ему не нравится это, да. Но это всего лишь мнение. Шария. Пещерные мысли, это рассказывать о том, что, а он Антон Герасченко сказал, вы в пещере и живете в своей, на самом деле. Вот Геннадий Балашов сказал, ну типа, покажи, пересчитай там. И я вот решил пересчитать, да. И вполне возможно, что 400 миллиардов. Ну в любом случае это абсурд. Абсурд в нынешней ситуации. Но это факт, что это абсурд. То есть можно к этому стремиться, как к коммунизму. Но никогда до этого не дойдешь. Как в 62-м году говорили, в 80-м уже будет коммунизм. Но чуть-чуть не дошли, потом чуть перенесли, а потом уже и все, и это самое. На самом деле, я пересчитал. Но когда углубляешься чуть глубже, чуть-чуть серьезнее начинаешь присматриваться к тому, что говорят кандидаты в президенты, к тому, что они делают. Вот тогда, в таком случае, свой взгляд тогда направляешь в сторону людей, которые поменьше говорят, больше делают. У меня такое впечатление, что у меня в голове с кандидатом уже сложилось. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok